всем добрый вечер всем привет из восточного подмосковья сейчас я вам показываю вот это вот светлое пятнышко среди берез там у нас заходит солнышко время уже вечернее и вот наконец-то можно хорошем режиме снять видео ролик сейчас я вам хочу показать в этом ролике свой новый розарий которые разработали в этот весенний период времени хотя подготавливали его с осени конечно но сажала вот весенние все закупочки роз все сажала на новый розари потому что в старом уже места нет и в общем то специально сделали маленький такой небольшой уголочек для того чтобы разместить там розы но вот эту линию сейчас я вам показываю это линия у нас разделяет наши все такие вот цветочные посадки кусты газоны и так далее зона отдыха а за этой линии вот за парником у нас уже находится огород там грядочки всякие посадочки знаете у кого все это есть и у всех это есть конечно ну вот такое у нас расположение сейчас вот я подхожу поближе к тому участку где у нас было раньше посажена картошка вот этот участок огороженные квадратные такая вот форма мы сажали здесь картофель много-много лет и решили отказаться от картофеля завелась медведка очень много было брошено химикатов всяких и в общем-то уже надоело нам ухаживать за медведками решили ухаживать за розами сделать себе небольшую вот такую вот зону отдыха то есть и для розочек хорошо нашли место ну и для себя я думаю мы тоже здесь его обживем это местечко перголы сделаны были тоже своими руками сейчас доделывается еще одна третья пергола она будет поставлена вот здесь с левой стороны между можжевельниками blue и raw здесь у меня их три штуки сейчас покажу вам поближе они небольшие посажены были осенью 1 2 и вот такая третья посерединочки значит вот здесь еще у нас будет еще одна пергола отделили для чего это для того что в сзади у нас находится небольшой такой малиновый садик за перголой и чуть-чуть там под ножей растет лесная земляника очень ароматная запах такой хороший от нее вот сегодня там поливала цветочки такой запах от земляники все-таки лесная совершенно другая ягода не такая как вот мы сажаем семенами себе на участке конечно тоже вкусные крупные но аромат совершенно другой ну вот хотела вам показать немножко свое вот это вот небольшое хозяйство теперь уже цветников конечно много на даче ну вот пришлось разработать посадить сюда розочки но в первую очередь сейчас я вам покажу какие розочки расцвели у меня при весенней посадки вот первое что я увидела и обрадовалась этого розочка валертон он холод буквально вот сегодня утром она распустилась все соответствует сорту все посмотрела бутоны есть куст нарощен замечательный это кустик саженец был прислан из питомника элит и в общем-то саженец был сам по себе достойный и выписал две штуки тот еще только на бутонах еще не зацвел а вот этот вот дал сегодня первый цветок очень красивый все время смотрела на ю тубе и вообще смотрела этот цветок мне он просто очень нравится запах есть и в общем-то розочка остина на все понятно что они очень ароматные у меня не было до этого еще раз остина я не сажала некуда было мне их на такое вот ну как получше место потому что влага все время везде боялась что эти розочки у меня могут погибнуть ну вот здесь вот участок у нас неплохой такой который был под картошкой я думаю что здесь они приживутся и все будет хорошо вот еще одна розочка бисентер и бисентенер дагиё она уже цвела я уже один цветочек оборвала но сейчас вот на сегодня вот так она смотрится посмотрите очень красивая необыкновенная тоже по форме цветка такая волнистая немножко красивая красивая розочка сейчас еще подойду покажу вам расцвела розочка тоже первый цветочек 1 розочка я на я на это тоже спрейка она небольшая невысокая вот всего лишь такой вот кустик пока на сегодня но бутонов набрала много смотрела видео у тимофея тимофей очень расхваливал эту розочку у них конечно в краснодарском края они намного повыше не как у нас сейчас но и первого дочка конечно это все даем на это скидку потому что первый год и в общем то она замечательно так вот подросла я считаю спрейка и цвет такой вот приятный знаете такой вот свадебный цветочек кремовый внутри и сам по себе он кремовый он не белый вот такая розочка еще раз свела розочка ванесса был сегодня к вечеру она вот так распустилась утром не могла вам снять потому что было очень жарко и цвет не давался такой вот как сейчас вечером посмотрите какие прозрачные прям лепестки прям прозрачные как вот все равно я не знаю такая вот маленькая такая тонкая тонкая бумажка даже боюсь ее трогать за цветочек такая нежная очень нежная это я описать был саженец маленький однолетний саженец небольшой ну вот расцвела на сегодня готовится там еще крокус роз к роспуску но это я все покажу вам потом ну вот так оформила я свой садик будем здесь ухаживать еще хотела вам показать сегодня буквально посадила саженцы самшита вот маленькие они небольшие ну корневая у них нарушена очень хорошая потому что сажала я их прошлым летом вот хочу сказать можно черенковать летом и осенью очень хорошо посадила я их тоже примерно в это же время с этой стороны тоже посадила такие вот саженцы но отвлеклась сажала в это же время черенки я имею ввиду и вот они уже наросли то есть замечательные бордюрные растения можно я посадил пять штучек здесь полный бордюр не буду делать но вот пять штучек посадила растают они хорошо сейчас я вам покажу вот это вот уже трехлетний саженец три годика ему сейчас уже вот надо будет его постригать делать формочку круга здесь тоже они медленно растущие кустарнички и в общем то будут нарастать медленно потихонечку в нашем климате у меня вот старый куст он всего 50 сантиметров 50 60 он вырос за 10 лет так что вот такой вот бордюрчик будем ждать потихонечку будет нарастать ну и плюс ко всему хотела вам сказать кроме розочек конечно она посадила здесь летники для того чтобы немножко сгладить такую вот картину потому что розочки еще не все большие они маленькие еще коротышечки вот валертон он холд второй кустик набрал бутоны есть все много вот и подсадилась говорю летнички без них никак потому что не хочется чтобы садик оставался голым и пришлось вот это сделать а лису конечно обязательно вот начинает зацветать белыми цветами тут будет до поздней осени красота такие мелкие у меня есть ромашечки они невысокие вот буквально прям 20 сантиметров люблю их очень тоже лилии начинали распускаться ну вот такой вот сделали для себя зону отдыха ну в дальнейшем наверное по первым по пергулам будут расти розочки если что-то будет пропадать заменим чем-то не не переживаю все это умеем делать все знаем плитка не выкладывали хочу сказать вот можно было назвать это такой вот уголочек патио но жесткого настила нет не стали делать потому что весной все очень у нас тут гуляет наши наш грунт вот немножко плиточку положили для входа и все ну в дальнейшем планируем наверное здесь все таки поставить небольшой столик пластмассовой стульчики или скамеечку и отдохнуть со своими отдыхать своими друзьями выпить чашечку кофе с утра можно замечательное местечко будет я так думаю но для меня как я считаю или что-то еще выпить другое вы меня понимаете вот такой вот для себя садик я обустроила пишите комментарии кому что понравилось кому что не понравилось буду рада общению вот это вот сосна горная сосна называется ей еще только четыре года 4 до посадили вот она небольшая будет до двух метров небольшая такая будет сосенка здесь ну и вот покажу еще маленькую малявочку это я сажала делала черенок елочка ель коника здесь в уголочке разрастется будет хорошо красиво ну вот такой обзорчик небольшой решил сегодня вам сделать чтобы вы посмотрели обсудили может быть кого-то порадовать может быть кому-то просто поднять настроение зеленый цвет обожаю люблю его в любом его тоне и в общем то для меня это вот я считаю новое лучше чем картошка и вид другой совершенно конечно вот рядом с посадками нашими грядочными такими но ничего я считаю все будет хорошо здесь мы уже привыкли все аккуратно сделано я думаю здесь будет хорошее место для отдыха всем спасибо за просмотр до новых встреч